Роуды без боли. Это миф или реальность? Всем добрый день, с вами Женя Насаль и в этом видео я хочу поговорить с вами, почему роды абсолютно каждой женщины в норме должны сопровождаются болью, а также мы обсудим, какие функции у этой самой боли для здоровых родов. Я расскажу вам про 5 важных нюансов, которые доказывают, что боль в родах необходима и полезна. Большинство женщин просто не понимают, какие удивительные гормональные процессы происходят во время родов, считая роды исключительно медицинским мероприятием, во время которого надо как-то правильно извлечь ребенка из матки. Но понимая все связи, уходит страх родов, уходит страх боли и появляется ценность естественных процессов, а именно это и сохраняет здоровье матери и ребенка. Роды без боли в 21 веке, конечно же, возможно, это роды под общим наркозом, но, к счастью, не все женщины готовы проспать свои роды и все больше интересуются, как подготовиться к родам, как помочь себе прожить их. Если у всех женщин роды сопровождаются болью, значит не так она и плоха и бесполезна. Давайте разберемся с этим в этом видео. Итак, первый пункт, зачем нужна боль в родах? Она пробуждает нас, обращает наше внимание на то, что происходит здесь и сейчас, чтобы мы были включены в процесс полностью, не отвлекались. Когда ты испытываешь боль, все твое внимание направлено на тело, на то, что с тобой происходит. Ты как бы отключаешься от внешнего и погружаешься во внутреннее. Это и необходимо для здоровых родов уйти в себя. Второй пункт, боль запускает гормональные химические процессы в организме и помогает выработать природное, натуральное обезболивающее. Бетаэндорфины. Природа позаботилась о нас? Именно бетаэндорфины обезболивают не только маму, но и малыша, в отличие от популярной сегодня эпидуральной анестезии. Бетаэндорфины необходимы, чтобы обезболивать, погружать женщину в измененное состояние сознания, помогающее выдерживать стресс и боль, защищать нервную систему плода от гипоксии, включать эйфорию, закрепить связь, удовольствие с контактом с младенцем и заботой о нем. Также уменьшить стресс, который испытывает новорожденный сразу после родов. В том числе этому способствуют бетаэндорфины, которые присутствуют в молозиве. Что же мешает выработке бетаэндорфинов? Натурального обезболивания. В первую очередь страх боли, вмешательность медиков, чего угодно. Поэтому, если вы настроены на естественные роды, очень важно, чтобы в роддоме вы чувствовали себя в безопасности и все страхи проработали до родов. Чтобы узнать больше о подготовке к родам, самих родах и материнстве, обязательно подпишись на мой канал, чтобы не пропустить полезные и интересные видео, которые я публикую каждую неделю. Третий важный момент. Боль дает ощущение инициации. Только подумайте, современная женщина все реже рожает и за всю жизнь может пройти этот словно обряд всего раз. Родовая боль помогает женщине перейти из состояния беременности к состоянию матери малыша, к рождению ребенка. Она подвиводная нить родов. Чем больнее, тем ближе встреча с малышом. Поэтому, если вы испытываете сильные ощущения в родах, боль усиливается, время между схватками сокращается, сами схватки удлиняются, радуйтесь, ваши роды идут нормально. Если бы женщина не испытывала особых ощущений в родах, то для нее не было бы это особенным днем, которому надо было готовиться. А так этот трепет заставляет ее думать про роды, заботиться о том, как они пройдут, где они пройдут. Боль побуждает нас направить внимание на предстоящие роды, ведь это уникальный телесный опыт, это инициация женщины как мать. Четвертый пункт доказывает необходимость боли про то, что она запускает механизмы привязанности именно в долгосрочной перспективе. Абсолютно у всех млекопитающих, которые после родов должны ухаживать за потомством, роды сопровождаются болью. И ученые пришли к выводу, что родовая боль необходима для формирования материнского инстинкта. Еще в 1920-х годах Юджин Море ставил свои эксперименты для научного познания любви, в ходе которых он наблюдал за стадом антилоп кофира. Тогда за последние 15 лет не было ни единого случая, чтобы самка бросила своего детеныша. Море дал 60 самкам несколько раз вдохнуть во время родов пары хлороформа и эфира, это обезболивание, и обнаружил, что после этого матери отказывались заботиться о новорожденных. Естественные морфиноподобные обезболивающие вещества, выделяемые в родах организма матери, влияют на формирование материнского поведения. То есть на формирование связи матери и ребенка влияет естественное гормональное течение родов. Пятый важный момент для родов. Боль отключает разум, который всегда и все хочет контролировать, но так мешает в процессе родов. Боль все делает для того, чтобы вас ничего не отвлекало от важного процесса. Самый новый внешний отдел головного мозга это неокортекс или наш рациональный мозг. Это вершина эволюции мозга, а также вместилища свободной воли и сознательного понимания. Он отвечает за наши высшие когнитивные функции. Речь, письмо, решение задач, а также управляет аналитическим и математическим мышлением. А за роды отвечает наш древний мозг, который руководит рефлексами и инстинктами. Именно поэтому так важно в родах отключить свой ум и логику и уйти на уровень ощущений и инстинктов. Это помогает родам проходить в гармоничном ключе. Мы знаем о процессе родов гораздо меньше, чем не знаем. Понимая связи, формируя собственные ценности, внутренний фильтр, мы открываем себе возможности проживать жизнь в гармонии со своей природой. И роды в том числе. В этом видео я постаралась максимально простым языком донести до вас информацию о естественных процессах в организме женщины во время родов. Рассказала о том, как природа позаботилась о нас с помощью бета-эндорфинов, какой еще смысл в себе несет боль и как сохранить свое здоровье и здоровье малыша. Если тебе понравилось это видео, не забудь поставить лайк и написать в комментариях спасибо. А также я буду рада, если ты поделишься своей историей про роды. Пусть это поможет другим женщинам в подготовке к этому удивительному событию. От женщины к женщине. До новых встреч. Пока.